Так как я занятие решил разбить еще больше, то сейчас мы будем разбираться с правами. С владельцами только что разобрались в предыдущем занятии. 104.5, часть 2 у нас. Презентация вообще осталась та же, поэтому я пропускаю все это из прошлой же темы. Мы с вами уже сумели разобраться с чоуном и с чейндж-группом. Теперь будем говорить исключительно о чейндж-моде. Последний слайд у нас был вот такой, когда я говорил о том, что в Linux каждый объект файловой системы имеет для себя владельца и группу владельцев. И также есть у него все остальные еще пользователи и группы в системе. Я не случайно на презентации везде у нас добавил в скобочках английские названия, потому что сейчас, когда мы будем раздавать права, мы будем устанавливать права на объекты файловой системы, на файлы и папки, исходя из того, что какое-то право будет у владельца, какое-то право у группы владельцев и какое-то право у всех остальных. Права владельцам. Это права для юзеров будет использоваться английская буква U. Для группы владельцев это групп, английская буква G, G. И для всех остальных английская буква О, потому что это у нас адрес. Прежде чем разбирать это все на практике, давайте с вами сделаем небольшой теоретический такой экскурс. На всякий случай можете сделать скриншоты этого слайда и парочки следующих. Мы сейчас теоретически разберем то, что будем реализовывать на практике. В классическом Linux у нас с вами есть три вида доступа к объекту. Это право на чтение, право на запись, право на выполнение, то есть на запуск какого-то файла, например, скрипта или программки какой-то, и различная комбинация из этих прав. Вы видите, я наверху обозначил заглавными буквами те буквы, которые отвечают за какое-то право, и цифрами значения таких прав. Что это значит? Мы можем назначить разрешение на чтение. Разрешение на чтение у нас будет определяться как комбинация read и два прочерка. Если мы хотим чтение и запись, это read, write и прочерк. Если мы хотим все права дать, это read, write и execute. Самая нижняя строчка. Мы можем объединять все эти права. Как вы видите, различные комбинации, всего 8 комбинаций, от нет прав до полных прав. И эта комбинация может также назначаться в виде цифр. То есть мы можем сказать, что на какой-то файл доступ у такого-то товарища 5. Это значит, что у этого товарища доступ на чтение и выполнение. 5 образуется у нас из сложения значений read и execute. Вы видите, read у нас равен 4, execute равен единичке. Поэтому чтение и выполнение это пятерка. То есть мы можем назначать как и в цифровом значении права, так и в символьном значении права. Сейчас на практике мы это будем все смотреть. Не пугайтесь, просто запомните вот эту табличку, сфотографируйте ее как-нибудь. Следующий слайд, который нам нужно понять. Мы назначаем права сразу на файл для следующих видов пользователей. Мы уже с вами разбирали, есть владелец, группа владельцев и все остальные пользователи. Так вот мы назначаем права доступа на файл, указывая права для владельца, права для группы владельцев и права для всех остальных. Права мы можем обозначать точно так же, как на картинке, через символы rvx, чтение, запись, выполнение или через цифры. То есть мы можем сказать, допустим, права доступа 777, то есть полные права владельцу, полные права группы владельцев, полные права всем остальным. Чтобы это было лучше понятно, давайте я вам покажу пример. Если мы с вами пишем команду, команда change mode, то есть изменить права доступа или уровень доступа, change mode 750 на файлик скрипт. Это говорит нам о том, что первая цифра 7 это полные права, вспоминаем два слайда назад, полные права идут владельцу. Следующая цифра 5, она относится к группе владельцев. Им даются права на чтение и выполнение и 0 говорит о том, что у всех остальных не будет никаких прав. Когда мы будем просматривать с вами права на файлы, мы будем видеть их символьные значения, мы будем видеть комбинации, как из предыдущего слайда rvx, rvx, rvx. Там, где не стоит буква какая-то конкретная, ставится прочерк. То есть первая группа, вы видите, rvx, говорит о том, что у владельца полные права. Следующая группа, read-write, говорит о том, что у группы владельцев есть права на чтение и запись, а вместо выполнения стоит прочерк. То есть прав на выполнение нет. И последняя группа, r и два прочерка, говорит о том, что у всех остальных пользователей, которые не входят ни во владельцев, ни в группу владельцев, у них есть права только на чтение. А вместо записи выполнения стоят прочерки. То есть вот эти вот права, записанные в строчку из вот этих вот загадочных комбинаций букв rvx, надо бить на блоке по три, и тогда мы поймем, какие права есть на что. Права можно задавать не только как верхней командой change mode, вы видите, 750, но и в виде букв. То есть мы можем сказать, вторая снизу строчка, change mode, изменить права you, юзеру, и добавить пользователю права записи. То есть you, плюс write, мы пишем юзеру, добавить права на запись. Строчка ниже говорит о том, что мы хотим отобрать права, минус, значок уже не плюс, у юзера, у группы и у остальных, у others. То есть мы пишем user, group, others, минус, execute. То есть мы отнимаем у всех пользователей право выполнения и запуска файла. Немножечко сложно, немножечко запутанно. Давайте сейчас на практике поводимся, мне кажется, поймем. Подхватываем ровно с того места, на котором остановились на предыдущем уроке. Вообще эту серию из трех уроков нужно просмотреть прямо подряд, без прерывов. ls-l. Мы уже выполняли эту команду и смотрели, кто у нас является владельцем, а кто является группой владельцев. Теперь мы можем понимать первую строчку, мы можем теперь понимать права. Вы видите, вот у меня есть файлик example.desktop, он по умолчанию есть в моей домашней папке. И мы видим то, что у пользователя, у владельца файла есть права на чтение и запись. Без выполнения стоит прочерк. У группы владельцев стоит разрешение только на чтение, read. И у всех остальных разрешение тоже только на чтение. Следующий файлик. Файл.txt. Есть полный доступ у всех пользователей. У владельца первые три символа, у группы владельцев вторые три символа и у всех остальных третий три символа. Зато у папки folder вы видите точно так же. RVX. Полный доступ у пользователя, у владельца, у семаев. Read, write. Чтение и запись. У группы владельцев testers. И только чтение у всех остальных. Что значит у нас... Можно какой вывод из этого сделать. Владелец у файла может быть только один, какой-то конкретный пользователь. В группу testers мы можем вогнать кого угодно. И тогда те, кого мы добавим в группу testers, будут иметь права на чтение и запись информации в папку. Но не совсем так, потому что для папки это несправедливо. Но условно говоря. И чтение будет у всех остальных. То есть мы как бы понимаем то, что по умолчанию у нас Linux дает нам возможность разбить всех наших пользователей на три группы. Точнее даже выделить одного пользователя. И остальных разбить по двум группам. И будет всего три варианта доступа к файлу. А в Windows, если вы знаете, у нас есть намного больше вариантов распределения безопасности. Даже если у нас 100 доменных пользователей, мы каждому можем выдать какие-то уникальные права на какой-то конкретный объект. Причем там прав будет намного больше, чем чтение, записи, выполнение. Там есть различные комбинации. В Linux это все тоже есть. Для этого нужно использовать ACL-ки специальные. Но сейчас мы изучаем с вами базовые возможности Linux. И поэтому говорим о том, что у нас есть только три, во-первых, вида доступа. Это чтение, записи, выполнение и комбинации из них. И всего лишь мы можем пользователю указать либо как владельца, либо добавить его в группу владельцев, либо, если мы ничего с ним не делаем, он у нас останется в группе «Все остальные пользователи». Для папки, вы видите, появляется первый символ D. Это directory, то есть каталог, папка. Есть еще много различных видов букв, которые здесь могут появляться. Например, L, если это ссылка, ну и прочие. Но сейчас это не тема нашего занятия. Тема нашего занятия сейчас это разобраться с уровнем доступа к файлам и папкам. Например, давайте возьмем вот этот вот файлик, файл.txt. И сделаем так, чтобы никто не мог его запускать. Понятное дело, что сейчас это простой текстовый файл, но, допустим, это был бы какой-то скрипт. И мы хотим запретить всем выполнять этот скрипт. Тогда мы пишем superuser.do, change mode, изменить уровень доступа. И пишем, как именно мы хотим изменить уровень доступа. Разберемся сначала с символем. Мы хотим, чтобы users, пользователи, group, группа пользователей и others, остальные, не имели минус прав выполнения x-execute на файл.txt. Отлично. L, L, проверяем. И видим то, что теперь раньше у нас было rvx, rvx, rvx. Теперь для всех трех групп, то есть для владельца, для группы владельцев и для всех остальных, буквка x отсутствует. Вместо нее у нас прочерк. То есть мы отняли вот этой вот комбинацией право выполнения у этих товарищей. Давайте, например, вернем право запуска только пользователю. Опять же представим, что это скрипт. Тогда мы говорим superuser.do, change mode, юзеру, вернуть, плюс добавить. Добавить права на выполнение x для файла.txt, то есть юзеру, добавить права execute. Проверяем. И видим то, что у владельца появилась вот эта вот буковка x, пытаясь я ее выделить. Одну буковку тяжело мне выделить, но, в общем-то, вот она появилась для этого файла. Есть варианты, когда мы задаем символьные значения. Например, мы можем указать, вы можете посмотреть по слайду, просто сказать superuser.do, change mode, полностью, скажем так, перезаписать права, которые у нас есть сейчас на файл, файл.txt, на 6.4.0. Что значит эти цифры, можете посмотреть из слайда. File.txt. Проверяем. LS минус L. И видим то, что цифра 6. Первая цифра. Очень тяжело одну цифру выделять. И вообще одним глазом работать, но ничего. Первая цифра 6 у нас сделала так, что владелец имеет права на чтение и запись. Вторая цифра 4 говорит о том, что у группы владельцев есть права только на чтение. Третья цифра 0 говорит о том, что у всех остальных нет никаких вообще прав. Три прочерка. Видите, да? Если мы хотим обратно сделать, как у нас было с самого начала, дать всем полностью права, все на этот файл, мы делаем то же самое, только указываем не 6.4.0, а 7.7.7. То есть максимальный набор прав для файла, файл.txt для всех. И видим то, что теперь у меня появилось rvx, 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 rvx. Думаю, тут вопросов возникнуть не должно. Сделаю небольшую отбивочку. Можем назначать права через символьные комбинации, указывая user, group, others по одному, или сразу всех вместе, или комбинации по два. Плюсом добавляем права, минусом отнимаем права. Права указываем как read, r, write, записывать с w и выполнять execute x. Тоже можем комбинировать в любом порядке. Написать, например, user, group, others, ugo, плюс rvx. Это равносильно тому, что мы напишем changeMode 7.7.7. И последнее, с чем осталось разобраться, это загадочное право x, execute, выполнение. Понятно, что если мы говорим о файле, о сценарии, это запуск программы или сценарий. То есть возможность запуска каких-то бинарников, каких-то исполняемых кодов. Но у нас точно так же правило execute может назначаться для папки. А папку мы само по себе выполнить не можем. Это просто каталог. Но тут есть интересный момент. Если у вас будет разрешение на папку только read, write, вы сможете прочитать папку, зайти в нее. Можете переименовать ее, то есть поработать с названием папки. Но вглубь папки вы не сможете зайти. Чтобы вы могли попасть вовнутрь папки, нужно, чтобы не на нее стояло разрешение x, execute. То есть запуском папки по умолчанию является такое действие, как открытие этой папки. Возможность попасть внутри папки. Давайте я посмотрю. У меня есть там, по-моему, давайте граним ls-l. У меня есть папка folder. Давайте я грохну, наверное, файлы, которые мне здесь мешают. File.txt и test.txt. Давайте грохнем. Ну да. Что у нас защищенные от записи? Какие у нас были права на test.txt? А, test.txt вы видите, у нас по умолчанию не было прав на него. У нас был владелец root. И поэтому я по умолчанию его грохнуть не смог. Но сейчас смог. Так вот, сейчас будем разбираться с папкой folder. Вот она у меня осталась. Я являюсь ее владельцем. У меня есть права на нее полные. Вот вы видите, rx. Полные права у меня есть. Так вот, попробую я загляну во внутрь этой папки. List folder. LD написал, прошу прощения. List. Заглянусь внутри папки. Внутри папки пусто. Давайте я там создам какой-нибудь файл. Touch folder file.txt. Создал, поглядим еще раз. Создался, поглядим со всеми правами, что получилось. LS-L. Создался у меня там файл. И вы видите, по умолчанию моего пользователя есть на него права чтения и записи. Напоминаю, сейчас у меня на эту папку folder как у владельца есть права чтения, запись выполнения. Давайте отнимем у меня право выполнения этой папки. ChangeMode. User. То есть у меня у владельца отнять право выполнения папки folder. Отняли. Проверим на всякий случай, отнялись ли права. Вижу, да, то что у меня для этой папки прав на запуск нет. Вместо этого у меня здесь стоит прочерк. Отлично. Попробую попасть во внутрь папки. Невозможно получить. Отказано в доступе. Видите, я не могу посмотреть, что у меня находится внутри папки. Давайте я попробую перейти в эту папку. CD folder. Отказано в доступе. То есть, несмотря на то, что у меня есть права на чтение и на запись в эту папку, я не могу в нее попасть, потому что у меня нет права на выполнение, грубо говоря, этой папки. Давайте вернем мне право выполнения. Мы можем написать, как вы уже знаете, changeMode. User, допустим, вернуть право выполнения. Или можем сказать то, что 7. То есть у пользователя будут полные права. А у всех остальных будут права, ну как были, 6. 4. Folder. Проверяем. Видим то, что у пользователя, у меня, у владельца вернулись полные права, а у группы владельцев чтение и запись. У всех остальных только чтение. У нас же так было. Да, так и было. Наверху, выше. Вот так и было. Прекрасно. То есть 7. 6. 4 вернул те права, которые у нас были. Делаем с вами промежуточный итог. У нас есть 3 вида прав. Чтение, запись, выполнение. Read, write, execute. Мы можем из них комбинировать любые сочетания. У нас есть права для пользователя, то есть для владельца, для группы владельцев и для всех остальных. И мы также можем комбинировать права для владельца, для группы владельцев и для всех остальных. Права мы можем задавать в виде буквенных комбинаций или в виде цифр. Цифры сразу так запомнить тяжело. Это только если работать очень часто на практике с Linux, эти цифры в голове появятся. Главное запомнить числовое значение каждого из прав и понимать, откуда берутся эти цифры. То есть read у нас 4, и поэтому там 4 плюс 1, пятерка, это чтение и выполнение. Это все, что нужно понимать. И мы еще с вами успели поговорить о таком правиле, как execute, или выполнение, или запуск, которое для скрипта, понятно, дает возможность его запустить, а для папки дойдет возможность попасть во внутрь папки и работать с содержимым папки. Остается у нас последнее заключительное занятие по правам. Это у нас следующее занятие. Это маски и специальные интересные биты, которые тоже очень часто используются в Linux. Продолжение следует...